Доброго времени суток, уважаемые зрители, вы снова на канале Остроумно, где мы делимся с вами полезной и просто интересной информацией в этом выпуске. Несколько отметин времени, которые выдают твой возраст, возрастные признаки, которые нельзя игнорировать. После 30 лет женщина выглядит так, как того заслуживает, говорят в народе, но это правда лишь отчасти. Первые возрастные признаки некоторые девушки замечают на лице уже в 18 лет, но на самом деле стареть мы начинаем значительно позже. Появление мимических морщин и пигментных пятен, которые иногда портят молодую кожу, не имеет ничего общего с процессами старения организма. Все перечисленное – результат недостаточного ухода за кожей, но никак не приметы возраста. На самом деле возрастные изменения появляются на лице только после 30 лет, когда в организме замедляются процессы обновления клеток, нарушается микроциркуляция и снижается обмен веществ. Но говорить в это время об увядании кожи, непременном этапе ее старения, еще рано, хотя статус у кожного покрова, все же меняется. Кожа женщины после 30 лет на языке косметологии называется зрелой, и тем не менее расстраиваться не стоит. При качественном уходе за собой многие женщины после 30 и больше могут выглядеть значительно лучше 20-летних, и этому есть множество примеров. Возрастные признаки. Мочки ушей. Конечно, это далеко не первое, что бросается в глаза, однако мочка уха и козелок. Выступающий хрящик на стыке уха и головы с годами теряют свою эластичность, особенно подвержены изменениям уши женщин, любящих носить большие увесистые серьги. Чтобы избежать этой проблемы, стилисты предлагают немолодым женщинам носить либо серьги небольших размеров, либо заменить их легкими клипсами. Также постарайся регулярно увлажнять и питать уши кремом, массируя их. Благодаря этой полезной привычке кожа дольше останется эластичной. Кожа на шее. Женщины склонны уделять повышенное внимание лицу, а вот шея оказывается порой незаслуженно забытой. А ведь именно шея и выдает твой реальный возраст. Даже при первых признаках увядания можно постараться повернуть время вспять. Но лучше предупреждать такое состояние кожи, для этого нужно не забывать о тщательном уходе, очищении, увлажнении и питании. Но главный залог успеха – это укрепляющая гимнастика шеи. Морщинки на лбу. Знаешь ли ты, применение филеров и ботокса в борьбе с морщинами на лбу изменяет жировой слой в этом участке лица. В результате лоб теряет былой объем и выглядит неестественно плоским. Однако в этом не будет необходимости, если делать профилактику появления морщин, разглаживая едва заметные отметки при помощи кремов и масок, а также делая специальные упражнения. Брови. Когда тебе 18, твои брови задорно вздернуты вверх. Но с возрастом надбровные дуги начинают сползать вниз. Расстояние между глазами и бровями становится значительно меньше, а выражение лица – более суровым. Самый простой способ улучшить внешний вид бровей – это использовать правильно подобранный по цвету карандаш. Пользоваться им следует очень аккуратно, чтобы брови выглядели естественно. Кроме того, чтобы возрастные перемены не стали бросаться в глаза, регулярно выполняй зарядку. Губы. Губной желобок, известный также как фультрум. Достаточно привлекательная часть лица, делающая губы более выразительными. К сожалению, со временем кожа в этой области разглаживается. Сохранить без деформации эту привлекательную часть лица поможет гимнастика для губ. Кисти рук. Как и шея, кисти рук лишены подкожной жировой клетчатки, а потому они покрываются предательскими складками даже раньше, чем явные признаки старения атакуют лицо. К сожалению, скорректировать этот недостаток внешности практически невозможно, однако ты можешь уделить этой зоне больше внимания и заботы, не забывая пользоваться питательными кремами и регулярно увлажнять кожу рук. А также старайся во время уборки пользоваться резиновыми перчатками. Овал лица. С возрастом щеки начинают провисать, и лицо начинает приобретать иные очертания. Избежать явных изменений лица можно, выполняя упражнения для мышц щек. И не забывай о правильном питании. Это все, что мы хотели вам рассказать. Подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, а также не забудьте перейти на наши странички в Инстаграме и Фейсбук. Ссылки есть в описании. Услышимся!